Приветствую, дорогие коллеги! Получается так, что с третьей попытки получилось у нас провести совместно семинар, очередной вебинар. Вначале хотел бы быстренько прокрутить небольшую презентацию, которую, может быть, частично видели на прошлом докладе. По крайней мере, вкратце пробежаться по основным параметрам, по основным особенностям мобильного ручного лазерного сканера ZEB-1, производящегося на территории Англии компанией Geoslam. Так, поехали. И, собственно говоря, всех всегда мучает вопрос, где можно применить данное решение. Значит, на этом слайде я попытался вкратце выделить основные позиции, так сказать, идеального, что ли, применения мобильного сканера для решения различных задач. Это и обмерные работы, оценка недвижимости, подземные съемки, измерение складов сыпучих материалов, контроль строительства оперативный, в общем-то, на всех этапах. Это и лесные съемки, подготовка очень быстрая, планов эвакуации, ну и съемка, соответственно, мест происшествий дорожных. Значит, из чего же, собственно говоря, состоит сам сканер? На этом слайде показан по центру измерительный блок, то есть, собственно говоря, с помощью чего мы производим измерения. А чуть левее у нас показан накопитель. То есть вся информация, которую мы собираем в процессе нашей работы, регистрируется, соответственно, вот на таком небольшом блоке. Блок этот состоит как бы из двух частей. Это сам компьютер, управляющий сбором данных, и аккумуляторная батарейка небольшая, по-моему, 8 Ач, которой хватает с лихвой на 5 часов непрерывных измерений. Значит, в верхней части лазерного сканера у нас встроен лазерный дальномер, который вращается, так сказать, в плоскости. В режиме 2D. Соответственно, с помощью вот этой вот пружины, которая соединяет у нас измерительный блок и рукоятку, за которую переносит оператор данный инструмент. Соответственно, задаются углы наклона нашей плоскости, тем самым мы можем лазерными точками как бы покрывать всю видимую поверхность снимаемого объекта. Диапазон работы таким образом, задавая наклон по вертикали, составляет где-то 120 градусов, ну и угол поля зрения 270 градусов, то есть та часть, которая расположена постоянно к оператору, там находится теневой сектор размером 90 градусов, ну, чтобы оператор, так сказать, не создавал паразитных точек во время съемки. Пружина. Значит, на рукоятке и, собственно говоря, на самом накопительном блоке приведены индикаторы, которые отображают рабочее состояние нашего сканера. Там все достаточно просто. Если горит индикатор зеленым цветом, значит, можно выполнять работу. Рукоятка. И в нижней части рукоятки небольшой разъем с помощью витового кабеля данный сканер подключается к накопительному блоку. Собственно говоря, здесь представлен полностью комплект. Все причиндалы, которые идут из-за рубежа, непосредственно заказчику, они пронумерованы, здесь можно посмотреть их. Сканер, накопительный блок, зарядное устройство, два кабеля, один кабель для подключения лазерного сканера к накопителю и еще один кабелечек такой, помеченный синенькой манжеткой, предназначен для сброса данных, которые во внутренней памяти у нас накопились, на флешечку, чтобы можно было перебросить данные на компьютер и впоследствии там либо дополнительно обработать, либо посмотреть результаты, передать их, так сказать, дальше по этапу. Вот. И три таких небольших USB-устройства, значит, вот тот, который зеленого цвета, это специальный ключ аппаратной защиты, который позволяет нам выполнять обработку полученных сканером данных непосредственно на своем собственном компьютере. То есть не в облаке, есть и такой вариант, предлагаемый компанией Geoslam, когда вы свои данные посылаете через интернет на специальный сервисный сайт компании Geoslam, где автоматически уже обработка производится, но за денежку. Соответственно, результаты через некоторое время становятся доступны для скачивания, вы их можете скачать. Ну, не всех устраивает такой момент, поэтому, когда проводились переговоры с разработчиком, мы в том числе настаивали, что на территории России пользователям будет удобно и более спокойно делать обработку именно на своих собственных компьютеров, никому не передавая свои данные. Значит, это сейчас реализовано. И еще две флешки. На одной из них дистрибутив с программным обеспечением, которое вы можете поставить на свой компьютер, и одна флешка пустая, чтобы можно было сразу начать работу. То есть на нее возбрасываете данные, и дальше, соответственно, на компьютер для последующей обработки. Набор макулатуры, всевозможные инструкции, там результаты заводской калибровки. Ну, на самом деле, краткий экскурс, так сказать, пинок, для того, чтобы оператор, который даже впервые видит этот сканер, смог начать работу, занимает не больше полчаса. Сама же инструкция, она достаточно тривиальная, элементарная. Как я уже шутил на форумах, она может уместиться на пачке сигарет. Значит, на этом слайде показаны основные технические параметры сканера ZEP-1. Диапазон измеряемых расстояния максимум 30 метров, но это по идеальной поверхности, в идеальных условиях, там белая стена. Обычно для объектов, которые присутствуют в натуре, либо внутренние помещения, либо наружные съемки, где-то 15-20 метров гарантированно берет. Далее, соответственно, параметры производительности. Значит, сколько точек за один оборот. лазерной головки, лазерного сканера, он может, соответственно, подстрелить угол поля зрения, так сказать, в каком секторе, в каком диапазоне лазерный сканер может сканировать, измерять точки. Точность указана здесь максимальная, 3 сантиметра, то есть это на дальностях до 30 метров. Значит, следует также учитывать следующий момент, что это точность самого лазерного сканера, то есть самого дальномера. Окончательная же точность получаемой картинки пространственной, она будет зависеть от конфигурации этого объекта, от его размеров линейных, от его сложности, от его ровности, собственно говоря, и от качества работы алгоритма, заложенного внутри вот этого изделия, который, собственно говоря, позволяет во время качения получить вот эти вот рост сопиточек и впоследствии на компьютере их соединить в единый вывязанный массив. Лазер невидимого цвета, то есть абсолютно безопасен для глаз, ну и для окружающих, соответственно, для оператора. Работать можно при температурах от нуля, хотя, правда, зарубежные коллеги хоть и дали здесь такие параметры, мы пробовали выполнять съемку зимой при температурах ниже нуля, но, так сказать, не особенно увлекаясь при этом. Где-то до температур минус 5-7 градусов аппарат дает очень хорошую сходимость, очень хороший качественный результат. Размер основного агрегата здесь показан, вес чуть больше полкило, вот, все вместе с удобным, небольшого размера компактным рюкзаком, вот, весь комплекс измерительный будет весить где-то чуть больше 3,5 килограмм. Питается сканер от 12 вольт, вот, потребляет ток примерно 1,5 ампера, ну, учитывая, какая у него мощная аккумуляторная батарейка идет, ну, в принципе, этого хватает на 5 часов точно, вот, за 5 часов, если так, для сравнения, если объект в среднем, съемка объекта занимает, ну, скажем так, не больше получаса, можно прикинуть, какое количество объектов там в течение суток или рабочего дня вы можете измерить. здесь схематично представлены, значит, диапазоны сканирования угловые, то есть, оператор располагается вот здесь, со стороны надписи 90 градусов слепая зона, то есть, во время сканирования он держит аппарат и, как бы, совершает колебания, держа за ручку этого инструмента в направлении сканироваемого объекта, вот, задавая, соответственно, с помощью пружины углы наклона мы можем лазерный луч, лазерную плоскость, все наши точки сканировать, так сказать, от направления надира, ну, и практически до зенита. Как работает алгоритм SLAM? Дело в том, что в самом лазерном сканере GPS-принязка отсутствует, то есть, там внутри инерциальный блок, инерциальная система, которая позволяет определить в первом приближении не совсем точно, примерно, то есть, как предварительное решение траекторию нашего движения в пространстве. Окончательное сведение, сшивка, коррекция траектории и, соответственно, фрагментов облаков, скажем так, измеренных нами точек, это уже выполняется с помощью вот этого алгоритма GEO SLAM. Значит, давайте представим себе так, вот, за первое качение этого инструмента на видеоролике после этой презентации вы как бы воочию всего увидите, как это происходит. Формируется некий такой первый набор данных, первый слепок с пространства. В данном случае, ну, здесь так вот утрировано представлена картинка, якобы, вид сверху, кружочком показано примерно наше положение относительно каких-то характерных поверхностей. Далее, алгоритм SLAM пытается в этих наборах точек выделить некие структурные поверхности. Ну, как правило, это поверхности, скажем так, ровные, но сориентированные относительно положения оператора по-разному. В горизонтальной плоскости, в вертикальной под разными углами, соответственно, наклонной плоскости и так далее, и так далее. Из этих областей программа выделяет формы, по всей видимости вписывает, скажем так, плоскости, аппроксимирует эти участки точек и впоследствии при уравнении использует уже не сами точки, а вот эти вот формы. Ну, все это происходит, соответственно, на компьютере в автоматическом режиме. Этот процесс от нас полностью закрыт, то есть мы загружаем в компьютер данные и потом на выходе получаем результат. Соответственно, далее, по результатам измеренной траектории, мы же движемся с вами, не просто стоим на одном месте, и лазерный сканер, он у нас постоянно двигается в пространстве. Пройдя некоторое, так сказать, расстояние, мы совершаем следующее качание нашего сканера уже из новой точки получаем другой, следующий набор соответственно, точек, попадающих на наши объекты. Учитывая то, что мы движемся не со скоростью света, а все-таки пешим ходом, то геометрия объектов, окружающие нас, она будет меняться не так реактивно, не так быстро. Поэтому велика вероятность того, что некоторые объекты будут видны как бы с точки, не с точки, а с участка движения, там, где мы первое качание сделали с камерой. И, соответственно, уже в момент второго качания тоже некие объекты будут попадать в зону обстрела нашего лазера. Из этих уже вновь полученных участков опять-таки происходит выделение вот этих новых форм. Далее алгоритм пытается выработать, рассчитать невязки между вот этими поверхностями, вот этими формами, как бы осредняющими объект, и, соответственно, выполнить их сведение по методу на меньше квадратов. После того, как это сведение было получено, вот, как показано на данном слайде, вычисляется, соответственно, уточненное положение нашей траектории в пространстве. То есть ее как бы уравнивание происходит. Ну и, собственно говоря, после этого в процессе нашего прогона, пока мы идем вдоль, по внутри снимаемого объекта, мы формируем в момент качания лазерного сканера ЗЭБ-1 вот такие вот наборы, которые, соответственно, цепляются последующие к предыдущему и так далее, и так далее, и так далее. Производитель очень сильно рекомендует проводить в процессе сбора данных замыкание. То есть если вы зашли в комнату, допустим, какую-то, желательно не просто, так сказать, войти в дверной проем, постоять и выйти обратно. А сделать здесь петельку. Во-первых, вы отсканируете полностью все помещение, во-вторых, у вас будет замкнутый контур, который при уравнивании будет давать, скажем так, более качественный результат. Вот. Значит, так как я уже сказал, что мы не будем отправлять наши данные измерения, не на какие облачные сервисы, а всю обработку мы делаем на своих собственных компьютерах, возникает резонный вопрос, какой мощности компьютер нужно иметь. Значит, ноутбук, который ездит по командировкам, с которого сейчас вещается, эта презентация, вебинар ведется, вот, ему где-то порядка трех-четырех лет. В принципе, он пока не утратил своей актуальности. по большому счету неважно, какая у вас машина, то есть от нее будет зависеть только, в принципе, время обработки. Если компьютер более-менее современный, то время, затрачиваемое на обработку полевых измерений, примерно составляет примерно такой же размер времени, что и сам сбор данных. То есть 10 минут делайте съемку, 10 минут делайте обработку. вот таким макаром. Операционные системы любые, можно использовать компьютеры с любыми операционными системами, Windows 7 и более новые, iOS, Linux. Объем оперативной памяти рекомендуется не менее 4 гигабайтов. Почему? Потому что программа обработки, она запускается на компьютере в виртуальной машине, которой тоже нужна оперативная память. С другой стороны, оперативка это не такой ресурс денежный. Если компьютер у вас стационарный, то память сейчас достаточно дешево стоит. Какое программное обеспечение? Значит, первым делом, это виртуальная машина, без которой обработка отчисляться не будет. Другими словами, вот этот первый пунктик Oracle VirtualBox, бесплатная программа с сайта Oracle, которую вы можете скачать, которая идет в дистрибутиве. Ну, ей, скажем так, требуется для нормальной работы где-то примерно 2 гигабайта, начиная с 2 гигабайта. Если памяти у вас много, выделяйте побольше. Соответственно, больше массива данных можно одновременно загружать программу и делать обработку более шустро. Абсолютно бесплатно и идет на флешечки с дистрибутивом. При выходе обновлений можете через интернет скачать более свежие версии. Ставится элементарно, настроек никаких не требует. В общем, любой более-менее опытный, не первый раз видящий компьютер человек разберется без каких-либо проблем. Далее, ну, в общем-то, две программы, которые во-первых, могут сразу же после выполнения полевой съемки и обработки тут же посмотреть наши полученные результаты данных, ну, и выполнить какие-то промежуточные действия с полученным облаком, там, отфильтровать его, обрезать все лишнее, сравнить, допустим, полученную новую поверхность со старой, которую вы ранее сканировали, ну, и так далее. Cloud Compare, мощная программа, абсолютно бесплатная, проект open source, то есть разрабатывается энтузиастами и доступна для скачивания бесплатной формы. LastView, небольшая программка, которая позволяет сразу же посмотреть результаты на компьютере, но не выполнять с ними никаких действий, просто вот просматривальщик. Следующий слайд. Ну и, собственно говоря, вот пройдемся по примерам. Примерно три минуты занимает съемка вот такого объекта, то есть жилое помещение, квартира, дом. Три минуты проходите, три минуты обрабатываете, получаете вот такую картинку, можно сделать срез по высоте на определенном уровне, ну, а далее, соответственно, используя средства удобных и знакомых для вас программ, вы можете создать, допустим, поэтажный план либо вручную, либо в автоматическом режиме. Автоматических инструментов сейчас достаточно много, которые решают такие задачи. Ну, какие-то из них, может быть, даже там, если поискать очень хорошо, можно и бесплатные найти. Ну, по крайней мере, есть надстройки и под автокад, под микростейшн, под другие известные программы. Здесь, собственно говоря, показан кусочек тоже здания, примерно четыре, ну, четыре этажа, четвертый этаж, так, небольшое помещение. Это, собственно говоря, наш офис. На съемку ушло где-то примерно три минуты. Не ставили задачу получения перед собой детальной прям такой совсем уж съемки, но хотели получить вот поэтажные планы, проверить качество работы, скорость работы. За три минуты вот такое здание, в принципе, из четырех этажей по факту вполне реально отсканировать даже неопытному оператору. Чем дальше, тем глубже, то есть стали возникать более интересные задачи, например. Внутри-то все понятно, здесь расстояние небольшие, условия для работы алгоритма Геослам более чем. Комнаты, как правило, все квадратно-гнездовые, потолки есть, стены есть, то есть привязку вот этих вот точек сканирования в процессе нашего движения здесь с лихвой хватает. Что касается фасадов, в Ютубе есть ролики на Фейсбуке, на наших каналах. Вот такое вот здание, примерно за шесть минут его не спеша обошли, отсканировали сканером ЗЭБ-1, получили вот такую картинку. Обработка тоже прямо здесь же на месте, не уезжая с объекта, заняла где-то порядка семи минут. Получили результаты и остались вполне довольны. По пути домой в офис решили заехать в лес, как раз это была такая ранняя весна. решили попробовать, а можно ли делать зимой съемку, допустим, по деревку. Ну, выбрали, конечно, не очень большой кусок, потому что не были достаточно серьезно экипированы. Но, тем не менее, картинку получили, ролики в Ютубе и на наших каналах. Там в Фейсбуке есть, можно посмотреть. Там мы делали фильтрацию по высоте, оставляли пенечки и смотрели на качество, собственно говоря, есть ли какие-то расхождения, согласования, то есть ствол дерева выглядит как, скажем так, окружность или все-таки есть какие-то смещения. Ну, кому будет интересно, можете присоединиться, посмотреть. Пенечки получились весьма знатные. Дальше отдельная тематика, которая заслуживает отдельного интереса. Вчера мы, ваш покорный коллега, вернулся из Воронежской губернии. где мы сами нашли, отсканировали, получили результат, скажем так, использования сканера ЗЭБ-1 для подземных съемок. Вот. К великому нашему сожалению, пока у нас нет возможности продемонстрировать нам наш собственный, измеренный нашими руками объект, скажем так, горной промышленности, но я думаю, что подход примерно такой же самый. Тем не менее, ЗЭБ-1 очень активно используется для выполнения подземных съемок. Почему? Потому что быстро, потому что точности вполне хватает для решения маршрейдерских замеров, для выполнения замеров, для расчетов объемов, построения сечений и так далее. например, вот такой кусочек, ну здесь не очень хорошо понятен формат, размер этого объекта. Здесь порядка 150 метров в длину, такой рукав небольшой отсканирован, ну примерно за 10 минут оператор прошел вперед и назад по вот этой кишке и получил вот такую вот картинку. это тоже не наш невыполненный нами проект, но по крайней мере мы попросили разработчиков, чтобы объект был весьма сложным, интересным с точки зрения съемки, но правда вчера, точнее позавчера мы их таки переплюнули. Вот такая вот сеть подземных горных выработок, таких туннелей. Это уже обтянутой шкурки цифровая модель, покрытая на тренгуляционную сеточку. Примерно 15 минут обход занял, ну примерно такое же время на обработку. Это вид вот этого тоннеля на предыдущем слайде, но уже изнутри в виде тренгуляционной сеточки, вот можно здесь пронаблюдать на краях и соответственно вариант обтянутый такой, более красивый что ли. Не задавайте, вопрос, какая здесь суммарная протяженность. Здесь в общей сложности более, по-моему, полутора километров. За какой период делалась такая съемка тоже непонятно. Это платиновое месторождение, где вот эти вот все секции были отсканированы от начала до конца. Это результат непосредственно сканирования сканером ЗЭБ-1. Само собой, сканирование было выполнено не за раз. Разбивались на отдельные более-менее небольшого размера объема участки. Ну, так, чтобы не выходить, скажем так, за рамки по времени съемки, минут 20-30. С чем это связано? Ну, во-первых, более мелкие такие по размеру объекты, они гораздо быстрее, шустрее обрабатываются, более качественно обрабатываются, потому что траектория все-таки меньшего размера. И еще один момент. При съемке очень большой протяженности вот такого сложного объекта, конечно, теоретически возможны, скажем так, ну, какие-то сбои, там, что-то случилось с самим инструментом, я не знаю, там, питание кончилось, или вы на какое-то время были не способны, так сказать, совершать вот эти вот колебательные движения. В результате для алгоритма, который впоследствии обрабатывает данные на компьютере, это может быть не совсем хорошо. Вот, чтобы не переделать весь проект полностью с начала до конца, лучше его разбивать на отдельные секции, а уже сведение, это процесс автоматизированный, особо не влияет на время, на суммарное время для получения конечного результата, и может выполняться, в принципе, в различных пакетах, включая вот Cloud Compare, вот этот бесплатный. То есть он может сводить эти облака, совмещать их вместе. Вот, здесь на слайде небольшой примерчик показан, как бы, съемки. Одна из них выделена таким голубоватым цветом, другая красноватым. То есть это вот за, примерно за один месяц, там какая-то выработка произошла, вот, соответственно, была выполнена съемка до, съемка после, ну и вычислен на объем вот этой вот выработки новой. Размер, соответственно, ну, объем посчитанный, здесь же подписан. Вот. Частенько горный инженер или маркшейдер задает вопрос, значит, это все хорошо, это внешне выглядит очень симпатично, уже нравится. Да, но как нам привязывать нашу съемку к системе координат нашего рабочего объекта? Значит, момент этот решается различными вариантами, он весьма интуитивен, мало того, он логичен. Можно использовать для привязки марки. Вот здесь на этом слайде показан один из вариантов. То есть мы вправе придумать что-то свое, не обязательно использовать вот сферические марки, такие шарики, которые подвешены на таком металлическом пруту к своду тоннеля. Это могут быть и плоские марки, могут быть цилиндрические, это могут быть и не марки, а просто какие-то участки нашего отсканированного объекта, которые достаточно неплохо видны, которые неплохо читаются в облаке. Просто если вы используете марку, то есть возможность как правило вписать в набор отсканированных точек, попадающих на сферу, вписать сферу и получить центр ее. Соответственно, вопрос определения координат, ну он должен решаться наверное какими-то более-менее классическими методами, например, электронным тахиометром. То есть направляющий у вас есть, две точки, угловой промер или линейный, вы, соответственно, можете получить центр вот этой вот сферы. Насколько часто нужно вешать такие марки? Вопрос весьма сложный, зависит, наверное, от сложности снимаемого объекта, но может варьироваться где-то, скажем так, от 30 метров до 100, до 150. Опять-таки, все зависит именно от того, насколько сложен у вас объект. Если он вытянутый, это одно, если это сеть из-за тоннелей, которые пересекаются друг с другом, то марок может быть меньше. Здесь весьма интересный, на этом слайде показаны результаты замеров, это сканирование вертикального ствола. Если присмотреться, вот здесь показана дистанция от верха до низа вот этой шахты и составляет она 350 метров. Это, соответственно, облако обтянутой шкуркой, вид как бы снизу немножечко сбоку, наклоненный немного. Это тот же самый пример, но уже как бы показан вид сверху. Здесь по центру маленький клубочек, об этом я сейчас расскажу. Ну и соответственно вот с верхней части тоже товарищи решили как бы показать результат вот этого сканирования. Значит, суть вот этого клубочка и вот такие две ниточки здесь идут, если присмотреться, красного и синего цвета. Это на самом деле траектория в формате 3D. То есть человек, оператор, маршедер, так сказать, там наверху, на верхней площадке перед заходом инициализировал работу сканера, дальше зашел внутрь и совершал только уже не колебательные движения, а круговые. То есть в результате головка описывала как бы такой вот такой круг в пространстве. Учитывая то, что вот эта вот клетка, на которой спускался оператор, она, соответственно, двигалась, то, ну, в принципе, стояла на одном месте и этого было вполне достаточно, чтобы выполнить съемку, получить вот такой вот интересный результат. Ну и само собой они провели анализ полученных данных, остались довольны. Это данные в открытом доступе, то есть ссылочку я, конечно, сейчас не припомню, но сам нашел PDF через поиск, через Google, задал вопрос и вот такие интересные проекты мы обнаружили в сети. Здесь наглядное представление того, как можно использовать сканер ZAB1 для контроля отклонений выполненных работ от проекта. То есть изначально проект представлял собой вот такую прямоугольную форму, пространственную. Соответственно, неровная поверхность, которая здесь показана, это, собственно говоря, результат деятельности горных мастеров. Цветом, собственно говоря, показано отклонение. То есть отклонение красного цвета, это стало быть самое максимальное отклонение от проекта. Вот такие вот виды работы тоже можно делать. объекты небольшие, конечно, используют ZAB1 для того, чтобы отсканировать и отцифровать территорию небольшого, даже пусть небольшого города. Наверное, для этого есть просто более эффективные средства измерения. Но такие компактные объекты локальные небольшого размера, метров до 200, например, размером, вполне реально отсканировать и получить вот такую пространственную картинку с помощью вот такого простого устройства, как ZAB1. Вот здесь на слайдах, собственно говоря, показан склад и какой-то хранилище. Значит, на прошлой неделе компания Artgeo приняла участие в выездном семинаре, который проводила УГМК на своей территории. Ну, как на своей территории, они для выезда, для полевых работ выбрали территорию завода Сумс. Вот, это в Ревде, недалеко от Екатеринбурга. А вот здесь на этом слайде, собственно говоря, ну, правый муравей в центре экрана, это как раз я. Слева, ну, собственно говоря, один из площадеров, который, так сказать, впоследствии из ее желания сделать такую работу тоже сам, в одиночку. Вот, результаты мы с вами потом посмотрим. Вот такой вот склад у них здесь есть, из щебня, протяженностью порядка около двухсот метров, по-моему. По высоте здесь, да, примерно где-то метров 12-15. задача различными средствами, измерительными, там, электронными тахеометрами, GPS-аппаратурой, возвратными сканерами получить объем вот этой вот пространственной фигуры, вот этой насыпи. Вот. Несколько фотографий, собственно говоря, непосредственно вот с этого объекта, с момента проведения семинара. Прямо здесь же на объекте товарищем было продемонстрировано и объяснено, как работать вот с этим уникальным прибором. Девушкам очень сильно понравился этот инструмент, мужчины тоже остались довольны. вот. Никто очень сильно не устал. Процесс обхода занял где-то порядка минут 10-12 вокруг этой кучи. Обработка была выполнена прямо здесь же на объекте. Результат был увиден, объем был посчитан, ну и соответственно все остались довольны. Следующий момент, сразу после этого семинара у нас была очень интересная, чрезвычайно наверное уникальная поездка значит в деревню Костомарова. Недалеко от нее находится Спаский женский монастырь, на территории которого находится уникальный памятник, не знаю как его называть зодчество, памятник культуры, наследие, просто уникальный памятник, то есть это подземный пещерный Спаский пещерный храм в Костомарово. Здесь на этой картиночке собственно говоря видна внешняя часть вот здесь где-то примерно в этом месте вход в пещерный храм. Ну и сам храм он как бы располагается внутри Меловой горы. Собственно говоря задача была поставлена такая интересная храм и строится и разрушается под воздействием того, что температура там достаточно низкие, то есть вчера и позавчера температура на поверхности земли была порядка 25 градусов, а внутри она держалась там порядка, держится всегда порядка 50, 5-10 градусов тепла, то есть там достаточно прохладно. и учитывая то, что своды, вообще весь храм он состоит как бы поверхность его стоит из мела, это Меловая гора, чистый мел, под воздействием влаги, особенно весной и вот этих низких температур, включая попадание теплого воздуха, происходит как бы разрушение. Соответственно мы приехали туда, выполнили съемку и получили весьма интересный результат. съемку делали и снаружи, и снутри, мало того, еще использовали на всякий случай несколько вариантов решения, чтобы можно было впоследствии оценить качество работы ZEP при достаточно таких крупных объектах. Это вот как раз фотография, где показан вход в пещерный храм, и дальше уже там сеть вот этих тоннелей, галерей, она как бы уже внутри под достаточно большим балластом каменной вот этой поверхности сверху, своды под большой толщей уже идет вглубь горы. Как это выглядит изнутри? Мы сделали несколько снимков. Изначально проход был выполнен отдельно с помощью сканера Riggle WZ1, там, где можно, чтобы подвязать, по крайней мере, сравнить, проанализировать качество получаемого результата именно ZEB1. То есть мы там сделали две съемки, два прохода. В общей сложности сканирование сканирование вот этого объекта с помощью классического традиционного сканера WZ1000 заняло WZ2000, извиняюсь, заняло у нас примерно примерно час с переходами, с установкой, несмотря на то, что на каждой точке сканирования выполнялось с очень высокой плотности, полный сеанс сканирования на каждой станции у нас занимал примерно одну минуту, там было получено порядка 40 точек, где-то час, даже побольше. Сканером ZEB1 тот же самый объем, причем иногда даже более полноценный, потому что были труднодоступные места, куда сканер WZ2000 просто не мог или не было времени потолочные какие-то участки определить. ZEB1 была получена полноценная стопроцентная картинка. Ну и опять-таки, включая вот такие небольшие лазы, куда со штативом и со сканером было тяжело влезть, ну, так сказать, опустившись на колени, до неудобно сказываемой позы, значит, можно было туда пролезть внутрь и просканировать, вылезти обратно и вернуться на солнечный свет. Вот. Значит, результаты я сейчас покажу. Конечно, фотографии-то все хорошо, но всегда хочется на картиночку посмотреть, на результаты живые. Вкратце лишь, наверное, хотел упомянуть следующее, то, что касательно ZEP1 можно четко выразить, что он очень простой в эксплуатации и, собственно говоря, и в конструкции. Рюкзачечек на спину бросили, в ручку взяли, инструментик, лампочка загорела зеленым светом, пошли сканировать. Идете и сканируете именно с тех мест, что видите своими глазами. То есть сканер будет видеть, соответственно, то же самое. Если с этой точки видите объект, значит и сканер его тоже увидит. Важно лишь помнить о диапазоне измеряемых расстояний и, соответственно, секторе сканирования по высоте. Инерциальная система внутри есть, вес, размер, никаких штативов, мобильность, в руку взяли, пошли, рука устала, в другую руку можете, у человека две руки, если объект достаточно протяженный. Никаких центрирований не нужно, нивелирование, но не нужно. В помещениях мы пробовали данные сканирования ЗЭБ-1 смотреть на ровность, на горизонтальность пола, проверяя с данными обычного классического нивелира. Нигде, по крайней мере, в таких локальных объектах, как небольшие помещения, из угла в угол у нас никаких ям, никаких наклонов, все в пределах пяти миллиметров, пол ровно, идеально. С точки зрения защищенности у инструмента класс защиты IP54, то есть под небольшим дужечком работать можно, пыль, сложно сказать, здесь любой лазерный сканер, в принципе, если только не брать, там импульсники, допустим, компании Riggle, они могут регистрировать несколько отражений от одного лазерного выстрела. У сканера ZEB1 как бы лазера попроще, соответственно, если на улице идет снег или дождь, если внутри вашего помещения густой такой туман и взвесь, песчаная такая пыль, то, конечно, диапазон измеряемых расстояний может сокращаться. Но на улице мы делали такие измерения, получали небольшой россыпь мух, вот этих вот снежинок. Ну, во-первых, они висели где-то в пределах порядка 5 метров удаления от лазерного сканера, дальше они уже как бы регистрировались заметно меньше. И картиночку в результате все равно получили качественно, сведенную. С точки зрения производительности, ну, да, здесь очень сложно провести параллель. дело в том, что если сравнивать, допустим, с результатами сканирования там сканером ВЗ-2000, где производительность миллион выстрелов в секунду, да, вы получаете очень плотное облако с очень небольшим интервалом между точками и достаточно за небольшой период времени. но, если перед вами не стоит задача регистрировать вот малейшие трещины на сводах, ну вот, а нужна именно именно геометрия для того, чтобы посчитать объем, вы же все равно будете данное лазерного сканирования впоследствии прореживать. То есть, для вычисления объема никто же не использует двухмиллиметровый интервал между точками, ну, 10 сантиметров, 15-20, полметра. По крайней мере, вот этот склад, который был показан вот на ОГМК, на СОМ-зи, щебенистый, электронными тахиометрами он там вообще через 15 метров сканируется. Конечно, сравнивая более подробную картинку, то есть, ВЗ, это такой, ЗЭБ-1, извиняюсь, это такой промежуточный вариант между классическими средствами, которые у нас уже активно используются повсеместно, и высокопроизводительными сканерами, типа вот наземными, классическими тоже. то есть, и точность чуть-чуть погрубее, но все-таки в геометрии, в масштабах большого всего объекта точность вполне привлекательная. По крайней мере, наружные съемки показали, что можно рассчитывать на применимость для составления топа планов масштаба 1,05. Потому что точность, в принципе, лежит в пределах 5-10 сантиметров это в самых грубых местах. Мы пробовали делать такие замеры, получали такие данные, сравнивая с данными сканированными другими системами. Для решения вот именно такой задачи подходит. Но еще раз говорю, город я бы не стал сканировать, и вам бы, наверное, тоже не посоветовал. Просто дольше. Для этого лучше использовать мобильный комплекс. Вот. И в самом конце вот эта вот вишенка на тортик все делается автоматом. Полевой процесс, полевой сбор идет автоматически. Обработка идет автоматически. Вам нужно при включении положить прибор, дождаться зеленой лампы, подключить к накопителю ваш сканер, дождаться загорания зеленой лампочки, взять в руку, осуществить, так сказать, священный обряд. Многие, кстати, вот этот инструмент ЗАБ-1 в народе обзывают кадила. Ну, потому что примерно похожий, так сказать, вот момент в работе. Какие-то параллели можно провести. То есть вы вот обошли ваш объект, зашли внутрь, вышли снаружи, вернулись примерно на то же самое место, не обязательно прямо вот в том же самом месте, но всегда желательно, чтобы были замыкания. Замыкание дает нам получение более качественного результата, нежели начали из этого места, а кончили черной льде. Положили на место, дождались, пока данные не будут записаны во внутренней памяти, дальше подключаете флешку, процесс передачи полностью автоматически, все данные, которые вы еще не передавали на флешку, будут переданы туда. Подключаете их к компьютеру, вставляете флешку, просто копируете эти файлы в нужную папку, и все, и процесс обработки. Через некоторое время в этой папке вы обнаружите результаты, а дальше их берете, загружаете в компьютер, получаете вот такие интересные вещи. Так, этот слайд я оставлю на всякий случай. Если вам нужна будет какая-то информация частного характера, какие-то вопросы будут возникать, которые неудобно будет обсуждать на вебинаре, пожалуйста, вот здесь все есть. Так, теперь, теперь, наверное, давайте переключимся. Я прошу прощения, какие-то вопросы, может быть, были актуальны? Я, к сожалению, был увлечен докладом. Александр, может быть, подскажешь какие-то, может быть, вопросы? Да, были вопросы от Игоря Михайловича Баршина. Так, ну, это с Виталием он уже обсудил. Вопросы про подеревную съемку. Да. По деревной съемке на какую реальную площадь возможно выполнение работ? Не знаем. Мы пробовали делать съемку пешим ходом. Ну, скажем так, обошли примерно по восьмерке. Тут многое зависит от прямой видимости. Если лес густой, то, наверное, нужно как-то либо галсами ходить. Главное не заблудиться здесь. Но то, что производительность будет куда выше, нежели целая бригада с двумя-тремя электронными тахеометрами будет делать съемку, абсолютно. Несколько минут территорию мы там покрыли где-то пятачок диаметром метров 60. Где-то так. Но не идеально круглой формы. Обошли все примерно за 2-3 минуты. Ну, потому что нас снег, а мы, так сказать, извините, заинтим в офисной обуви были. Только по этой причине. Вот. Я так думаю, что если распланировать, по крайней мере, маршрут, вот, то производительность, ну, будет примерно такая, что в процессе вашего прохода вы будете покрывать полосу эффективно. Покрывать полосу где-то плюс-минус 10, ну, может быть, не 10, чуть-чуть поменьше, метров 7 в обе стороны. Влево-вправо. Вот. 10 метров, это если, скажем так, там, с зоной перекрытия. Ну, чтобы деревья, по крайней мере, не с одной стороны были видны, а с нескольких. Вот. Зоны перекрытия вот так, они не очень важны. Почему? Потому что алгоритм, он все равно подвязывается именно к той картинке, которую вы по ходу, идя вперед, сканируете. Ну, вперед и в бока, соответственно, можете развернуться, назад посканировать. Здесь как бы нету определенной такой жесткой методики по съемке. Для того, чтобы получить геометрию, скажем так, ствола, в принципе, отдельно взятое дерево достаточно сканировать просто с одной стороны. То есть на срезе вы уже получите полукруг, куда вы можете вписать окружность, ну, хотя бы в первом приближении там снять диаметр. Вот, вы уже получите достаточно качественный результат. С точки зрения, насколько этот процесс можно автоматизировать, я пока не готов вам ответить. Я нашел несколько интересных, тоже open-source проектов, в которые можно загружать данные лазерного сканирования, включая данные сканера ZB1 и автоматически, автоматически, полностью автоматически отрисовывать и геометрию деревьев и, соответственно, получать семантику по объекту съемки. Высота, размер, диаметр. По крайней мере, знаю, что есть еще и коммерческие варианты программные, которые позволяют теми же самыми вещами заниматься и в автомате все это делать лучше. Если вы где-то недалеко от Москвы и захотите, допустим, в Соказе... В Смоленск. Приезжайте в гости. У нас очень вкусный кофе. Мы все ребята просто замечательные. Выйдем в лес, совместим приятное с полезным, отсканируем, покажем, обработаем. Проблем никаких нет. Можем к вам приезжать. Еще в продолжение. Вот Игорь Михайлович спрашивает. Может быть, это не ZEP-1, а какие-то другие методы для участков... Для чего? Ну, для поддеревной съемки участки 500 на 250 метров, 5 километров... Какие-то другие методы, да? Да, 5 километров на 3 метра. Может быть, не ZEP-1, а еще какие-то, может, мобильные, такие простые, типа на тележке или еще что-то? Не, ну, тележку по лесу это... У них парк Смоленская Позерия, там, наверное, дорожки есть. Пожалуйста, смотрите, 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 если у вас есть небольшой, не знаю, как обзывается, такой квадроциклик, который вот используют, например, для игры в гольф, то на него можно установить старшего брата ZEP-1, который называется ZEP-Rewa. У меня, кстати, по нему вопрос был. Вы их предлагаете или нет? Ну, он появился совсем недавно, вот, поэтому сейчас дайте хоть немножечко перышками обрасти, мы обязательно и про него расскажем и постараемся его привести, чтобы можно было, соответственно, хоть как-то сравнивать и оценивать его эффективность. Его основное отличие только лишь в том, что не нужно, не нужно сам сканер вручную качать. То есть, там есть подключенный сервопривод, небольшой мотор, небольшой агрегат, как бы, и ZEP-Rewa, вот эта измерительная головка, она просто крутится, просто крутится вокруг, вокруг оси вращения. Только лишь и всего. Вот, в этом разница. Такой аппарат, соответственно, стоит несколько подороже, потому что, ну, дополнительный агрегат, микромотор подсоединен. Вот, но такое изделие, как бы, уже можно прикрепить на автомобиль, на вот этот квадроциклик, и если есть возможность проехать, конечно, конечно, лучше использовать ZEP-Rewa. Просто мы перед собой поставили задачу такого рода, что, вы знаете, в ближайшем Подмосковье с лесами как бы и так-то тяжело, а те, что остаются, они, как правило, так за, ну, короче говоря, кустарники, и так, проехать там точно нельзя, можно только пройти. вот, в этом плане, ну, в принципе, наверное, удобнее, именно вот такой вариант, то есть, ZEP-1. Взяли в руку, пошли, отсканировали, остановились, переехали, перешли, перелезли через дерево, рука, в любом случае, там, у вас будет одна точно на свободе. Вот как-то так. Ну, то есть, если, все зависит от проходимости. Да, конечно. Очень сложно, а методов много, разные. Наземный, наземный сканер, он в любом случае из-за виду, в виду, отсутствие прямой видимости на больших дальностях, он все равно картинку будет давать неполноценную. А используя ZEP-1, у вас есть возможность самому выбрать как бы качественный маршрут. То есть, пройти, там, обойти одно дерево слева, другое справа, там, через пенечек какой-то перепрыгнуть. Вы мобильны в этом плане, у вас одна рука свободна, ноги свободны. Насколько вы детально обойдете вот этот участок леса, ну, такую картинку получите. В любом случае, производительность, она несравнима с наземными методами, потому что вы двигаетесь, ну, да, особенно в таких, где далеко не посмотришь, да? Конечно. Он то же самое снимет наземные, просто дольше стоять. Больше, больше штатив, больше мест установки, кроме того, еще штатив с собой нужно будет таскать, кроме того, наземный сканер в любом случае весит куда больше, чем полкило, это факт. Ну, и в первую очередь, конечно, это, то есть, все преимущества от дальнобойности наземных классических сканеров, они здесь теряются, потому что, если лес густой, вы все равно ничего не увидите. То есть, вы будете видеть максимум там, ну, метров 15-20. Вот. А дальше, соответственно, теневые зоны. То есть, все то, что за деревом, оно будет скрыто от вас. То есть, нужно куда-то вот инструмент переставлять. Тем более, с наземными сканерами весьма сложнее ориентироваться в лесу, то есть, где поставить следующий штатив, чтобы, так сказать, ну, по максимуму все деревья были видны. А здесь просто идете, 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 идете. да, можно там напитать чуть-чуть. Да, вот это дерево, оно будет видно отсюда, а вот то с какой-нибудь другой точки стояния. Ну, в смысле, пока мы движемся, с другой точки траектории нашей. Да, и, да, и для привязки, извините. Для привязки тоже удобнее, конечно. Классические наземные сканеры, он у вас, ну, как правило, как минимум, от GPS, да, от GPS приемчика должен будет подвязываться. А в лесу с этим чрезвычайно тяжело, особенно, если деревья толстые. на задние деревья будет ориентироваться, то есть, можно же тоже типа хода провести. Тогда мы... Как он это сошьет, там... Тогда мы не о том говорим, да, это будет уже, уже будет неэффективно, уже будет неэффективно. Давайте марки будем крепить, задние точки, еще пять этих самых... Не, марки не надо, он же по характерному может. Ну, где там в лесу характерные точки, товарищи? Дерево, дерево. Для меня грибы все на одно лицо, я уж не говорю о деревьях. Сучки. Ну, ладно, хорошо. Так, ну, здесь еще был вопрос Игоря Михайловича по поводу без покупки сканера выполнения работы. Я так понимаю, Виталий уже... Виталий Викторович, я так думаю, там все объяснил. Также у Смирнова Алексея вопрос. Ну, продает, обучает Arteo, продает, обучает в работе со сканером. тут тоже ответили. Конечно. И вот Виталий еще говорит, что Рево предлагают и он доступен к заказу. Да. Отличие облака, если на него посмотреть, скажем так, оно более такое консистентное, то есть оно более равномерно насыщено точками. Потому что он сам крутится, не надо... Потому что скорость вращения, да, одинаковая. А здесь мы как бы совершаем колебания, да, и максимальная угловая скорость у нас, скажем так, где-то по центру идет. А Рево получается это как бы ручной, наземный, скажем так. То есть он как наземный примерно работает. А в том-то и дело... И его носишь, то есть он переносной удобный. Да, в том-то и дело, что он уже не просто ручной, то есть его можно закрепить, допустим, на какой-нибудь тележке, платформе, даже в конце концов на квадрокоптере. На вертолете... На платформе и тележке можно много чего закрепить. Важно, что его универсально, чтобы можно было еще и в руке поносить. То есть на тележке и платформе есть другие сканеры, которые можно точно так же закрепить и получить, я думаю, более... Правильно. И точное, и детальное облако. Александр, вот как раз и был подмечено то, что можно и закрепить, и снять, и в руке держать. В руке держать и просто идти, но уже без качания. Да, а это вот самое... И, наверное, соответственно, и менее сложно сам процесс съемки, потому что здесь же надо как его особенно качать, следить. Ну, в общем-то, да, есть определенные требования для получения качественного результата. То есть, да, инструмент должен качаться. Ну, давайте я, может быть, покажу вам, покажу вам, да, ролик небольшой. И коллеги думают, что мы уже все завершили, а у нас еще шпану всего, у нас видео, у нас сравнение. Сравнение будете, найдем? Да. Конечно. Так, рабочий стол виден, да? Да, виден. Значит, я без звука. Вот мы хотели как бы очень быстро продемонстрировать и сделали видеозапись ролика от начала до конца. Весь процесс. Вот. Вот здесь на столе, вот здесь в этой комнате, собственно говоря, я сижу вот на фоне вот этого белого экрана. Вот. Мы решили подготовить подготовить сейчас, я так, на перемотке вот такой вот рюкзак, куда, собственно говоря, укладывается и накопительный блок. Вот он рюкзачок, вот он накопительный блок, вот он кабель, к которому подключается сам ZEB1. Вот. Дальше нажимаем на кнопочку, ждем, когда вот этот индикатор загорится зеленым цветом, он же, он же дублируется, соответственно, и вот сюда на нашу рукоятку. Вот. Ну, просто чтобы в процессе работы не смотреть в рюкзак, он же у нас за спиной. Вот. Примерно минуту стартует компьютер, запускаются все программы, происходит тестирование, самоконтроль аппарата. Вот. Загорается красная лампочка, после нее загорается инициализация, моргающий желтый, и как только зелененький загорелся, да, в течение вот этого периода времени сам сканер просто должен лежать на одном месте, неподвижно. Все. Вот это, пожалуй, единственная такая сложность, обеспечить его неподвижность. Все, зеленый загорелся, берем в руки и пошли. Вот такой вот смешной вариант работы. рюкзак, кабель. Ваш покорный коллега говорит, насколько это все чертовски просто элементарно. Зашел в комнату, соответственно, прошелся, посмотрел, развернулся, все то, что глазами видишь, соответственно, то же самое видит и сканер. Если нужно что-то под столом и сканировать, ну, извольте на коленочке опуститься. Выходите в одну комнату, во вторую зашли, спускаетесь вниз, можно спускаться передом, задом, боком, как угодно. Мы пробовали по-разному и всякий раз у нас съемка все равно удавалась. И даже сравнивали, когда результаты измерения разными приемами, если так можно сказать, результат всегда получался консистент, не больше двух сантиметров у нас не вязки были. Дальше, соответственно, возвращаетесь назад, кладете на поверхность примерно в том, скажем, в том же помещении. Ну, я открыл, чтобы показать, что идет процесс записи, вот здесь индикатор. Сразу после того, как съемка закончена, во внутренней памяти формируется zip-файл, в котором содержатся сырые данные, необходимые для обработки. Лампочка потухла, можно систему вырубать. Хотите сейчас прям начать снова новый проект, берете ZEP в руку, одно колебательное движение делаете, кладете снова на поверхность, ждете зеленого индикатора и выполняете следующую съемку. Все. Вот. Так, сейчас на перегонке. Компьютер. Вот здесь в данном случае вставили флешку, убедились, что она пустая. что все по-честному, без обману. Подключили вот этот кобелечек с синенькой манжеткой, включили питание, сразу же компьютер после включения сразу же понимает, что вставлена флешка и сбрасывает на нее еще не сброшенные ранее результаты сканирования. данные хранятся во внутренней памяти. Размер у нее по-моему порядка 32 гигабайтов. Хватит с лихвой. Зазипованный архив полевых замеров, 15-минутные съемки. там вот в принципе если приглядеться, наверное, можно увидеть. Вон, 33 мегабайта. Вот он. Вот здесь внутри не важно там что, там файлы бинарные, то, что нужно обработать. съемка где-то минут 5 заняла. То есть прохождение по трем этажам. Мы берем и вот этот файл просто копируем в папочку на жестком диске. Как правило, если вы большие любители операционной системы Windows, значит эта папка создается на диске C, прямо в корне. Называется GeoSlam Processing. Все, никаких настроек дополнительно делать не нужно. Сейчас уже новая версия вышла. То есть она еще более облегченная, еще более простая, еще более логичная. Так, ну, давай, 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 сейчас, одну секунду, вот она папочка GeoSlam Processing на диске C в корешке. Сюда просто берется и копируется полученный нами результат. Ну, здесь вот уже какие-то результаты были обработаны, для чистоты эксперимента их грохну. Вот, а теперь просто, просто беру и копирую в эту папку. Все, и больше ничего не делайте, просто ждете там порядка 5-6 вот этих вот минут, тут же у этого архива меняется название, делается приставка Processing, это дает вам понять, что процесс обработки начался, через некоторое время здесь появится такой небольшой файлик, тикер, билетик такой, который будет менять свой счетчик вот здесь. Процесс тикер через каждые 5 секунд. Во-первых, вы всегда можете увидеть, что у вас компьютер живет, то есть там обработка, она не висит, она выполняется. И сразу после завершения обработки, давайте я перескочу, 85, где-то вот здесь должен уже был получиться результат. Сейчас, 125 секунд, вот здесь на компьютере запущена программа CloudCompare, чтобы можно было сразу посмотреть на наши результаты, полученные сканером. Вот, сейчас, процессинг идет, 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 перескакиваем. Вот, все, папка получена, вот она, с результатами. Здесь зашифрована дата и время выполнения наших измерений. Это если у вас много проектов, обработка сама автоматом идет, можно будет сориентироваться. Вот есть LAS файл, полноценный, со всеми точками. И наборы файлов, которые имеют расширение PLE, это 9% прореженные. То есть, если вы хотите очень шустренько посмотреть, вообще у вас результат получился или нет, вы можете использовать эти файлы. Если вам не нужна плотность, которую дает ZEP1 по максимуму, вы можете использовать опять-таки вот эти файлы PLE. 9% от общего количества точек. Для большинства расчетов, например, расчетов объемов вполне достаточно. вот. Дальше просто из папки перетаскивайте нужный вам файл в окно программы, идет загрузка. Вот здесь, например, наша комната вся 11 миллионов точек. Вот. Все можно закрыть. Вот такая вот трехмерная конструкция. Три этажа. Ну, дальше там, в принципе, особо ничего интересного. там можно просто посмотреть. Я сделал срез на, по-моему, втором этаже в результате. да, и там можно было посмотреть, что, собственно говоря, внутри. К сожалению, не могу сместить, идет трансляция рабочего стола. Перескочить. Сейчас попробую. Одну секунду. А! Вот таким макаром. То есть верхний третий этаж убрал, нижний, соответственно, ну, так, чтобы он не мешал. Можно вернуть все назад, можно, так сказать, подтенить немного, чтобы точечки поудобнее можно было смотреть. Все, процесс обработки закончен. То есть вот массив получен, объемы считайте, сечения делайте, эти самые паритажные планы, пожалуйста, все, что угодно. Все, в координатах каждая точка имеет уже в принципе свои в условной системе, понятное дело, координаты. Если у вас есть точки здесь физически замерены, вот, кстати, мусор здесь виден, за мной оператор шоу, я его подснял. если у вас есть координаты каких-то характерных точек, читаемых здесь в облаке, вы можете соответственно посадить все это облако на известные координаты. Вот вам, пожалуйста, как с помощью ZEP1 от начала до конца получить результат, выполнить съемку и получить результат. Раз. Дальше хотел бы показать вам по результатам сканирования склада щебня, как очень быстро и легко, во-первых, посмотреть на эти данные, и как можно быстро и легко получить объем. Если у нас здесь маршейдеры присутствуют, я думаю, что им это очень будет интересно. Открываем папочку. Так, запускаем программу Cloud Compare. Cloud Compare. Вот такой простой интерфейс у нее. Значит, у меня это неважно, это как бы давайте так, это полноценная съемка, то есть это LAS-файл в сыром виде, то есть не прореженный, какой есть. Значит, занимает он примерно 275 мегабайтов. Перетаскиваем название сюда, здесь по желанию можно какие-то галочки там повключать, повыключать. Вот пошел процесс загрузки в окно программы. Вот так вот выглядит рассвеченное по времени, сейчас, одну секунду, по времени облако точек. Вот здесь какой-то с торца экскаватор стоял, вот такая вот кучка вот такая вот кучка здесь была обнаружена. Здесь железная дорога на подиуме идет рядом. Вот такая вот интересность. Ну и зоны, зоны теневые, конечно же, тоже присутствовали в идеале, в идеале нужно было либо отойти подальше, либо подняться и пройти еще по верхушке, ну тогда бы вообще просто было замечательно. На самом деле по верху никто у них не ходит, потому что это опасно. Кроме того, лазерным сканером, который наземный устанавливался дальше от этой кучки, данные точки подхватывались, но разница в объемах не превысила полпроцента. Поэтому мы посчитали, что в данном случае это очень неплохо. Вот, плотность плотность вот можете здесь посмотреть. То есть такие вот как бы нити, если вот их сейчас нет, так хуже видно. Я размер точек хочу подобрать, как бы такой более-менее оптимальный. Вот, то есть такая вот веерная структура. То есть пока идем, мы совершаем колебания головки сканера ZEP1 и получаем вот такой паттерн. Так вот точки попадают на сканируемый объект. Вот. Ну, за динамикой я эти данные уберу. Другими словами, есть прореженные точки с интервалом 15 сантиметров, чтобы размер был поменьше. Вот, смотрите, уже размер как бы не почти 300 мегабайтов, а 12. Это верхушка. А вот это результаты съемки предыдущие. это массив точек под складом, то есть подошва. Берем и эти два файла соответственно загружаем. Ну, можно по отдельности, можно разом. Это диалог, который там может координаты отбросить большие дроби целые части. Ну, мы не будем. Будем работать с нормальными координатами. Вот. И перетаскиваем сюда же низ. Вот такая куча. Видно плохо. Я вас прекрасно понимаю, поэтому сделаем так. Вверх раскрасим по цвета по высоте. Вот так вот. Хорошо. Вот такие вот у нас точки. Это наша кучка вид сверху. А вот здесь белым цветом указана подошва. Ну, я для удобства просто обрезал и верхнюю съемку, и нижнюю просто по одной линии. На самом деле объем будет вычисляться в зонах пересечения, грубо говоря. Чтобы один массив точек перекликался в плановом положении с другим. Дальше. Есть два набора. Один вверх, другой вниз. Вот это вот нижняя, почти плоская, ровная поверхность. Выделяем вверх, с клавишей Ctrl и низ. Идем в Tools, объемы, вычислить, объем. Указываем Ground, Before. Ground, к сожалению, программа пока не русифицирована, но по большому счету весьма неплохо документирована. Я вам просто хотел показать, насколько быстро и шустро все можно сделать в плане расчета объема. И самое главное, на халяву. Source исходный. Низ от низа интерполяция до верха интерполяция, 15-сантиметровый шаг, проекция по оси Z, средние высоты, апдейт. Нажимаем для того, чтобы обновить, получаем такую вот картинку здесь красивую, замечательную. нас интересует вот это число. Все, работа выполнена. Вы можете взять с собой ноутбук, выполнить одну съемку, выполнить вторую съемку, если у вас там есть зона перекрытия, если есть возможность закоординировать, привязать ваше облако, посадить его на известные координаты, или вы съемочку делаете от некоего условного горизонта, условный горизонт здесь тоже есть, константа, пожалуйста, выбирайте константу, указывайте высотную отметку, и он посчитает здесь 12, примерно 12,5 тысяч кубов. Вот так вот. И площадь поверхности в квадратных метрах. Все. Это в плане вот расчета объемов. Меня еще пока кто-нибудь слышит? Так. Белый экран. У меня видно. Видно, видно, видно. Сканирование. Так. Товарищи, вы... Саша, если можно, кивни, пожалуйста. Голос идет? Все нормально? Идет. Потому что звука почему-то нет. А, прошу. Ага, ага. Все, все. Отлично. Отлично. Прошу прощения. Я же отключен. Я тут киваю. Я просто... Да, все отлично. Прошу прощения. Сижу в абсолютной тишине. Так. Дальше, 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 дальше. Что тут интересного? Сравнение. Наверное, сравнение было бы интересно посмотреть. Да, сравнение. Так. А, ну, собственно говоря, проект открыт. Анонсированное сравнение. Да. Значит, смотрите, какая ситуация. Подгрузил в один проект. Это программное изучение Rescan Pro, которое идет в комплекте к сканерам Rigel. Не судите меня строго. Я использовал тот инструмент, который посчитал нужным для того, чтобы показать, сравнить. Вот. На самом деле, можно было загрузить там куда-нибудь в автокад либо какие-то другие программы. Неважно. Значит, здесь у нас тремя разными цветами показаны три разных облака. Вот здесь они подписаны. Значит, синенького цвета, темно-синего. Так, точки. Вот. То, что темно-синие идут. Это WZ-1000. Это данные сканирования, полученные наземным сканером Rigel путем установки по-моему, порядка десяти, я сейчас точно не помню, десяти станций вокруг этого здания. Здание, собственно говоря, сейчас вид сверху. Вот по контуру вот так вот можно посмотреть. Здесь вот деревья с левой части этого дома. Вот. Значит, размер этого дома составляет у нас порядка 20 метров, здесь, соответственно, где-то 30 метров, 50 метров в длину и где-то в ширину метров 10, где-то 15 метров. Вот. Значится дальше. С желтым цветом. С желтым цветом. Показаны данные, полученные с мобильной сканирующей системой ВМЗ-2000. То есть там в качестве основного измерительного устройства использовался наземный классический лазерный сканер ВМЗ-2000, но совмещенный с инерциальными системами и установленным сверху на автомобиль. А светло-голубеньким цветом показаны данные, соответственно, полученные ЗЭБом-1. Значит, чтобы адекватно понять, что есть что, я попробую сделать вот так. Открою просто новый вид в реальных цветах. Наверное, так будет посимпатичнее и более-менее понятно, о чем речь идет. То есть вот такой вот домик на территории одного из подмосковных таунхаусов. Лужок, соответственно, фонарики, машинки припаркованные. Здесь раньше деревья стояли, их, соответственно, вырубили. Это одна из последних съемок. Ну, здесь вот деревья еще присутствуют, березки в небольшом количестве. Это результаты сканирования наземным сканером. Вот такой вот дом. закрываем. Возвращаемся к нашим облакам. Вот они, оконные проемы. Даже если там присмотреться и сделать размер точек поменьше, можно и швы между кирпичиками увидеть. Соответственно, это съемка желтого цвета. Съемка мобильной сканирующей системой. Вот здесь у нас, кстати, дыра была. Мы просто решили не проезжать справа от дома. Поэтому, ну, зато во всем остальном, пожалуйста, будьте любезны. Вот такой массив точек. да. Причем, все три съемки были сделаны в разное время. Съемка ВЗ была сделана летом, ВМЗ была сделана весной, а съемка ЗБ-1 была сделана зимой, в феврале. То есть, еще и здесь вместо травы там снег лежал. соответственно. Вот. Вот так вот выглядят данные ЗБ-1. Вот такая вот съемочка. То есть, просто взяли в руку и обошли вокруг. Ну, конечно, какие-то вот прям совсем мелкие детали здесь проблематично будет распознать и использовать. Но, в конце концов, а когда крупномасштабную съемку делаем, мы же ведь тоже там не цепляем каждую ручку на двери. То есть, для того, чтобы границу получить, вот этого здания. Ну, давайте так вот сделаем сейчас быстренько обрезочку по высоте. Вот как-нибудь вот так. На каком-нибудь уровне. Сверху, снизу. Ну, такое вот сечение. И будьте любезны, вписывайте сюда полилинии, есть автоматические соответственные инструменты, которые автоматом будут тоже самую процедуру делать. Вот. Будьте любезны. Вот вам такой вариант. Значит, по высоте, по высоте я здесь срез поставил. Давайте прикинем. Так, ну, если вот это, верхний край, это у нас 30 сантиметров, а внизу полметра. Полметра такой вот по высоте вырез. Давайте прикинем в пределах этих 5 метров насколько у нас точки здесь расколбашиваются. Полуметровый. Порядка 3 сантиметров разброс. Разброс. Так, давайте выделим кусочек поверхности. на стене оставим видимым только его. Ну, я позволю себя, я так думаю, вы меня ругать не будете. Вот эту отлетающую точку как бы не буду использовать. Давайте сюда плоскость впишем. И вот среднеквадратическая погрешность, с которой точки отклоняются относительно мат-ожидания. это плоскость, вписанная вот в этот участок. Вот, здесь всего 1925 точек. И относительно, если только эта поверхность стены ровная, у нас получается тут как бы точь, шум, шумовая составляющая составляет 1 сантиметр вот здесь, в этом месте. Вертаем все назад. теперь, соответственно, делаем вид сверху, я так думаю. Включаем все наши замеры. Делаем срез по высоте, ну, потому что в плане здесь, в принципе, все и так будет видно. Так, где у нас тут горочки? Вот они. Да, сам файл, который на выходе с ZEP идет, LAS, он, в принципе, не очень хорош для редактирования. Я к тому, что тяжеловато его править, но в принципе и это возможно. То есть можно еще и правкой заниматься этих данных. Так, сеточку я оставил. Размер точек я сейчас увеличу. Давайте на одном из уровней посмотрим. Я поменял для ZEP рассветочку, чтобы удобнее было ориентироваться в этом светофоре. Вот это ноль. Следующая линия, как бы не пунктирная, это 2,5 сантиметра. Плюс, ну, соответственно, минус. Синий WZ1000 данные, желтый WMZ2000, а малиновый или какой, розовый ZEP1. вот такие вот пирожки. Давайте здесь посмотрим. Ну, данные WZ и WMZ, как более мощных, более производительных, более, скажем так, математически точных, явных, что ли, в плане получения результата системы, они очень сильно коррелируют. Видите, синий и желтый, они просто как вот на одном уровне идут. Учитывая, может быть, даже там неровности фасада, бог с ним. Данные ZEPA где-то вот в пределах, если провести осредняющую плоскость, где-то в пределах трех сантиметров. То есть здесь уже сидит не только точность дальномера, но еще и точность работы самого вот этого алгоритма SLAM. Ой, извините. Вот. это ноль, это пять сантиметров. Ну, вот здесь фасадик пяти сантиметровый отлет имеет. То есть для решения большинства задач обмерных, там, где не нужна высокая детальность съемки, но нужно очень быстро получить, скажем так, границы снимаемого объекта и геометрическую конфигурацию с учетом, ну, опять-таки, точностных параметров, которые заявлены производителем. Вот. Если все качественно сделать, аккуратненько, не торопясь, не спеша, то результат вполне интересный получается. Вот. Вот все в пределах там. Ну, точность масштаба подготовки топа материалов для масштабов 1,5 сколько у нас там, где-то порядка 20 сантиметров, наверное, в плане. То есть, в принципе, можно рассчитывать даже с запасом, чтобы получить контур, увязанный в такую точность. 10 сантиметров в плане. 10 сантиметров в плане? Пятисотка? Да. Ну, вот что-то я стал изучать этот момент, выяснил, что координаты к пунктам ПВО вроде как 5 сантиметров, но по инструкциям вроде как получается даже там не 20, а, по-моему, даже 25. Вот. Ну, хотя могу заблуждаться. Могу. Не бейте сильно. Так, значит, это то, что касалось сравнения полученных результатов. Дальше. Что еще есть? Посадка на известные координаты. Смотреть будем? Давай сначала на вопросы ответим. Три вопроса у нас еще есть. Да. На вопросы давай ответим походу. Хорошо, хорошо, я готов. Вот Алексей Смирнов спрашивает в программу обучения по сканеру по этому, наверное, входит вся теоретическая часть процесса и обработки. Я имею в виду физика процесса, описание работы алгоритмов и так далее. Нет, ничего нету. Алгоритмы слам, вообще, они, по идее, должны быть опенсорсные. Только реализация у них, если это коммерческая продукция, реализация у них закрыта от наших глаз. Мы не можем повлиять на процесс обработки, к сожалению. Может быть, в ближайшее будущее что-то изменится, но не сейчас. То есть, у вас на вашем компьютере, в виртуальной машине запускается операционная система Linux, в ней внутри автоматом запускаются программы для обработки всегда, так сказать, на готовности. То есть, как только вы в папочку данные перебросили, новые, вот этот вот черный ящик, он понимает, что пришли новые данные и сразу же начинает их обрабатывать. только на выходе вы получите массив точек в виде LAS файла или PLI файла, которые, соответственно, сможете попробовать либо посадить на известные точки, либо как-то обработать. Мы не можем здесь ничему научить. Есть небольшая, очень небольшая официальная инструкция, где, в принципе, показано все то же самое, что вы видели на видеоролики, которые сегодня демонстрировались. Все, больше ничего нет. Программа по обработке дорогие, значит, все будет зависеть от того, что вы хотите получить. Если вы хотите строить поэтажные планы, да, у нас есть специалист, который сможет показать и научить в случае, если вам что-то понравилось, тому или иному программному решению. Я всего лишь вот здесь по крайней мере задействовал два программных пакета. Cloud Compare как просматривальщик и такая весьма простая бесплатная альтернатива для решения каких-то насущных задач. На самом деле функций здесь очень много. Может быть, для решения ваших задач даже одной этой программы будет вполне достаточно. Cloud Compare. если что-то солидное моделировать, какие-то более сложные инженерные расчеты осуществлять, надо общаться, надо решать. хорошо. Вот Алексей задает, а проблемы с использованием есть? Алексей, поясни, что за проблемы с использованием? Может, тебя подключить? Есть какие-то конкретные вопросы? С использованием чего? Какие проблемы могут быть с использованием? А, микрофон. Ну, напиши, какие проблемы с использованием ты имеешь в виду? Ну, пока Алексей формирует. Здесь от Игоря Михайловича был еще вопрос про сканирование гидрографических объектов. Есть ли проблемы с небольшой рекой 10-15 метров шириной? Возможно, это связано с подеревной съемкой, что там река еще, наверное, протекает 10-15 метров шириной. Ну, поясни, в общем, про сканирование воды этим прибором и, как бы, наверное, есть препятствие вот такое, как его обходить и как решать эту задачу? По мосту может связывать, может... Да, не, 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 но это вопрос, наверное, все-таки не ко мне. значит, если перед вами стоит задача пересечения водной глади достаточно большой ширины, то есть, взять в руки зэп, раздеться и перейти вброд не получится, тогда просто сделайте отдельные две съемки по левому берегу и по правому. Не, ну тут, наверное, не как пройти, а как связать, наверное. Ну, 10 метров это, наверное, не проблема. Если, если объекты четко читаются противоположного берега, пусть не все, но какие-то характерные, там, ствол дерева, пенечек какой-то, значит, то задача уже может быть решена. С точки зрения привязки по углам наклона у ЗЭБа очень хорошие показатели. Я уже говорил. То есть инерциальный блок встроенный внутрь вот этого изделия, этого сканера ЗЭБ-1 дает очень хороший горизонт. Очень хороший горизонт. Значит, если потребуется, вы можете попробовать в любом пакете, который позволяет выполнять координатную трансформацию, включая программное обеспечение вот Cloud Compact. Можете реализовать это в этих пакетах? Ну, вот Игорь Михайлович поясняет, что вопрос про движущийся объект, вода или, например, рябь на воде. Ну, надо, наверное, сказать, что воду мы же не сканируем, правильно? Вообще вода не очень хороший вариант для сканирования наземными всякими средствами, в первую очередь из-за того, что большей частью переотражает падающие на ее поверхности лазерные лучики, вот, то есть отбрасывает их как бы в противоположном направлении, а не обратно в сам прибор, вот. Мы не пробовали, я не пробовал сам лично. Сейчас вот потеплее будет, значит, попробуем и к речке подойти. Просто инструментик у нас, вы не забывайте, он у нас появился совсем недавно, вот. Всеволод Геннадьевич Шуликовский на прошлом докладе рассказывал, да и я, по-моему, упомянул, то есть с зимы, с Нового года у нас этот прибор, пока не было возможности у нас получить вот под конкретную вот такую задачу вот результат в сканировании, не знаем. Вот. Но то, что по воде будет точек гораздо меньше, это однозначно, если вода чистая, волны, а здесь уже особо без разницы, что они есть, что нет. Воду сканер не сканирует, если только это не какой-либо специальный воздушный сканер. Там, например, вот у Рилла есть 880-й Ку зеленого цвета. Он может как бы и водную кладь давать, и сквозь воду сканировать, а ЗЭБ-1 нет. То есть он универсальный прибор, но везде есть как бы небольшие ограничения какие-то логичные. То есть какие-то следы будут, дырка в облаке, как обычно. Ну, как сказать, шум какой-то. Теневая зона типа вот здесь. Не, ну нам так иногда удается какие-то отражения получать, даже поверхность. Ну да, 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 В любом случае плотность точек там будет, конечно, гораздо меньше, нежели на физических, на твердых объектах. Ну, скажем так, водная поверхность это не та поверхность, которой надо сканировать этим, чем сканировать. Он для этого не предназначен. Ну, наверное, я еще раз говорю, мы не пробовали, я не могу вам ответить ни да, ни нет. Вот, не пробовали, не знаем. зимой работает, в цехах работает, в подземных выработках работает, под снегом, ну, работает просто, просто облака становятся более, ну, скажем так, паразитные, что ли, да, много мусора, который просто чистит, ну, либо нужно будет, либо нет, это не важно. Вот, но просто картинка становится менее, менее красивой, вот и все. Ну, хорошо, вот Алексей сформулировал, если вдруг со сканером мы получили в облаке слишком много шума, в каких условиях именно этот сканер может выдать результат неудовлетворительного качества, и опять же, на ваш взгляд, каким результат, какой результат считается некачественным, например, применительно, к обмерным чертежам фасадным зданиям. И продолжает, по примеру сравнения, СКО разброса около 3 сантиметров было, максимальные выбросы выше 10 сантиметров. Какова природа этих выбросов, интересуется Алексей? Ну, 3 сантиметра, это, наверное, как бы, почти точность измерения, правильно? Там же было у нас где-то 30 миллиметров. А подскажите, пожалуйста, уж если, так сказать, вопрос такой, научного склада, а где, в каких инструкциях приводится, приводится доверительный, доверительный интервал? 10 сантиметров по площади, если промерные работы. Где, 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 для каких инструментов приводится доверительный интервал 3 сингма? Где? Если покажете мне, я переделаю слайды и больше так плохо себя вести не буду. Вы же... А, ты имеешь в виду, что выбросы вот эти по 10 сантиметров, это... Они у любого сканера есть, конечно. Не, ну... У любого... Не, у любого... Ворс есть у любого сканера. Просто этот ворс, это 3 сингма. То есть инструмент имеет право ошибаться в пределах... Сингма у нас сколько? 3 сантиметра. На всем диапазоне. 3 сантиметра, это точность как бы вот самого дальномера. Он имеет право ошибиться. Доверительный интервал 99, сколько там, 9 десятых процентов вероятность 3 сингма, это уже будет у нас... 0,997, 7, по-моему. 0,99... Да, 0,997, да. Значит, соответственно, тройной, с тройным запасом. Вот. Везде сигма указана. Мы получили сигму, 1 сантиметр, что плохого. Это же данные лазерного сканирования, и если мы будем... То есть очень много точек, какие-то точки там 10 сантиметров отскочили. Ну, 3 сантиметра, это... Но даже... Обосновывается просто... Даже если вы для построения чертежа будете использовать отдельные точки, то в любом случае, ну, во-первых, сканирование, это все-таки творческий процесс. Не надо выбирать точку, висящую где-то в стороне. Вот. Алексей это прекрасно понимает. Да, 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 да. Он просто интересуется природой. Природой вот этих отскоков в лазерном сканировании, как таковом, наверное. Ну, и здесь часто. Ну, есть два варианта. Погрешности отдельно, ну, отдельно взятого измерения, раз. Погрешности работы как бы совместной обработки лазерных данных и вот этот слам-алгоритм, тоже там может, допустим, какую-то точку отлетевшую, тоже ее, соответственно, как-то вот вот это облачко немножечко, ну, скажем, рассогласовать. Почему? Потому что мы же не с одной станции сканируем вот этот участок. А этот участок у нас покрывается из различных мест положения. Точнее, точнее, давайте посмотрим. вот эта веревочка вот здесь. У меня виден ли указатель мышки? Так вот, если я что-то показываю. Виден. Ага. Вот это и есть траектория движения вокруг снимаемого объекта. То есть, вот она. Вот так вот обходил. Не факт, что на вот это место фасада попадала только, ну, скажем так, одна группа точек там из одного положения траектории. Траектория ведь все-таки, она ведь тоже там как-то обрабатывается, обрабатывается совместно с ополаками, поэтому и на выходе в зависимости от конфигурации объекта. От удаления от него, конечно, качество может варьироваться. Но в любом случае вы, во-первых, результат получите, у вас есть внутренняя сходимость, вот, сделали, проанализировали, прям не уезжая как бы с вашего объекта. Сделайте контрольные замеры, привезите с собой там GPS или лазерную рулеточку, сделайте замер, посмотрите, насколько коррелируют результаты с независимыми, скажем так, источниками. Вот, если все в пределах ожидаемой вами точности, то ворс-не ворс, все равно будете вписывать для получения прецизионной границы, ну, например, плоскость в здании, в набор точек вот на фасаде. Вырез. По плоскости у вас там точность уже будет совсем другого рамка, потому что осредненная. Ну, понятно. То есть, природа этих выбросов самой технологии ну да, как бы там и процессе съемки. Да, и кроме... Другое и не может быть. И кроме того, и кроме того, если вы выполняете съемку внутри помещения, то там, конечно, и разброс совсем другой, и картинка, то есть, чем больше расстояние, тем, ну, покрешность как бы увеличивается. Это логично. Расстояние я имею в виду от прибора. Засечь какая-нибудь пространственная двух точек и все. Ну да. Из трех там он видит какие углы, как подошел, на каком расстоянии. Ну и, наверное, есть кое-где момент, где там отражающая способность влияет на материал. Совершенно верно. Совершенно логично. Так. Мы хотели еще что-то показать. Так, да, я хотел показать возможность посадки на известные точки. Значит, у меня есть файл вот такой вот текстовый. Ну, как мог, придумал там какого-нибудь Гаусс Крюгера, да, точки 1, 2, 3, 4. Вот. Я их, соответственно, сюда загрузил. Вот он, этот файлик. А рассвечены они. Точка 1, она в списке имеет синий цвет. Я еще не волшебник, я только учусь. Вот. Название для точек я пока не нашел, не обнаружил. Да, но мне, в принципе, и не нужно. Первая точка синяя, вторая зеленая и так далее до красного цвета. Вот. Вот 4 точки. Эти 4 точки соответствуют соответственно. сейчас я покажу нижней угловой точке по периметру здания. Вот здесь, здесь, ну и, соответственно, тут и там. Давайте попробуем. Так, размер только вот тут точек я поменьше сделаю. Так, если мне память не изменяет, вот такой вот механизм, то есть на иконке показано, типа одно облачко к другому подсоединяется. Значит, выравниваемый, соответственно, я выбрал два облака, Vitaly Home, и, соответственно, референсный, кто к чему, это вот пикинг лист, это там, где 4 точки у нас сидят. При желании поменять их местами можно вот нажав на кнопку Слоп. Вот, формируется вот такая вот интересная красивость табличка, на которой, соответственно, мы должны показать, показать, тыкнуть на точки, которые хотим в облаке, которые хотим посадить на референсное. давайте попробуем. Так, одну точку я, к сожалению, здесь грохнул, случайно нажал, вы уж простите. возьмем точку где-нибудь вот здесь. Посмотрим. Так, следующий угол. Ну, чем дальше точки разнесены друг от друга, тем, по идее, как бы лучше. вот. Извините, опять ручки мои шлавливые щелкнули. Не в том месте так. Думаю, что где-то здесь, наверное. да, вот. Следующая точка. Думаю, что где-то вот здесь. Да, похоже. И еще одну точечку возьмем на другом углу. Так, крутить вокруг вот этой. где-то, наверное, вот здесь. Ну, это один из вариантов. Я вам еще раз хотел показать как бы такой более-менее безболезненный вариант. Не за деньги. Соответствует им от темно-синего по цвету радуги. Раз, два, три, четыре. Вот вам невязки, ошибки. С учетом того, насколько я качественно-некачественно попадал по всем четырем точкам. В результате жамкаем Align. матрица трансформации. Ну, собственно говоря, и все. Теперь во время экспорта можно будет вот они, эти точки наши. Во время экспорта можно будет уже в привязанных координатах работать. Так, где у нас какую-нибудь информацию получить? Сейчас, одну секунду. Так, вот, SIF. Ну, вот в условной системе координат, координаточки, а это уже, соответственно, оттрансформированные, то есть после преобразования нашей съемки, ну, вот по этим четырем точкам. Да. Вот такой момент. Вопросы есть по этому поводу? Если нет, так... Все предельно ясно. Окей. Еще раз, это один из вариантов. Всего лишь один из вариантов. Можно было сделать по-другому в других пакетах, ради бога. Главное, что эта задача решаема и вот выглядит это, допустим, так. Так, теперь подземные съемки. Значит, опять, как всегда, есть несколько файлов. Так, к ла-од-кампари. Запускаем. Так выглядит затененный девятипроцентно разреженный массив точек. Вот эта вся обработка была выполнена абсолютно автоматом. То есть ничего, никаких магических действий здесь дополнительно не производилось. это сырой файл. Если, причем, нет, я сам в шоке. Если не верите, мы можем как бы заново сделать обработку, прямо здесь на компьютере запустить виртуальную машину и результат будет абсолютно такой же. Вот. Вот так. Размер точек побольше. Вот такие вот вещи. Сейчас мы сверху срежем кусочек. Вот. Единственное, чего интересного не успел доделать, была сделана еще и съемка снаружи, то есть сверху на поверхности, потом внутри поверхность, скажем так, внутренние вот эти галереи были отсняты. Вот. Ну, внутри мусора практически нету. Единственное, оператор, ну да, он бегал здесь и пытался меня сфотографировать. Ну, съемку я выполнял, ваш полковник Олега. Слуга. Вот. Он пытался с разных сторон обходить и так, чтобы не маячить перед глазами, но все равно попадался. Вот. Были вот такие экзотические моменты, куда, так сказать, тяжеловато было попасть, особенно вот здесь, в самой дальней удаленной галереи. Вот. здесь вот такой вот очень узкий лаз был. Я, честно говоря, побоялся туда залезать. Во-первых, страшно, то есть там даже освещения нет, а фонарик от сотового телефона, хоть и не болею кластрофобией, но все равно, все равно тяжеловато так, знаете, давит. Вот. Да еще и людей, в принципе, рядом практически никого. еще имел, холодно, еще запах такой специфический, то есть, когда выходишь, в горле першит. Вот. Ходил, ходил, соответственно, вот так. Вот. Цветная линия, это, собственно говоря, мой маршрут. То есть, как я двигался. Я зашел снаружи, вот. Сейчас. Вот это убранство. Если помните фотографию, да? То есть, вот они ворота. Центральная здесь площадка небольшая. Здесь я поднял в руки и пошел внутрь. Сам инструмент. Вот. Уже внутри, соответственно. Ну, просто обошел. Вы меня простите за урожение. Просто тупо обошел. все вот более-менее в хронологическом, а петлями. Туда-сюда, туда-сюда. Все везде обошел, вышел наружу и получил, собственно говоря, вот такой вот массив. Это 9% прореженный массив точек. Полноценный же, он, конечно же, будет по размеру поболее. Вот. Это LAS файл. Его тоже сюда можно перетащить. Евгений, а вот цвет по траектории ты говорил уже? Что это? О самой траектории? Да, где-то синий, где-то красный. Это качество решения? Да. По идее, по идее, здесь можно увидеть, насколько везде по ходу нашего движения, насколько, ну, скажем, при обработке получался, скажем так, выделить, что ли, сегменты доверия. То есть синий... Вот там, где у тебя петлями, где закольцовано, наверное... Синий получше, красный похуже. Вот как раз интересует, вот, допустим, ты зашел с одной стороны галереи, вышел с другой стороны галереи, насколько это... Ну, это, это опять-таки... Соответственно, привязку надо и тут, и там иметь, да? Ну, для того, чтобы уравнять саму траекторию. Там же только инерциальный блок, у него же уход какой-то есть, там точность... Нет, чем... Не совсем так. Значит, чем медленнее мы движемся, ну, скажем так, и качаем Z1 более-менее равномерно, тем лучше. Ну, то есть, все-таки это он же по точкам, ты имеешь в виду, да? Ну, конечно. Сейчас. Ну, да. То есть, все равно, что на земном зашел и вышел, правильно? Ты по точкам соединил... Я ничего не соединяю. Ну, я имею в виду, если на земном зайти, выйти, то есть, то же самое, да? То есть, ну, я имею в виду, влияет ли тут длина этой снимаемой вот этой какой-то... Не думаю. Тоннели. Не думаю. Не думаю. Почему? Потому что, во-первых, здесь большое количество зон перекрытий. Вот. Это раз. Нет, здесь у тебя все нормально. Тут есть петли. Кроме того... Просто тоннель. Кроме того... С одной стороны, вышел он в другую. Кроме того, расстояние, в принципе, от сканера до поверхности небольшие. Структурные линии в изобилии. В огромном количестве. Их просто много. Очень много. Вот. Соответственно, обработка, когда она выполняется вот этим программным обеспечением, на компьютере, на нашем, она ведь оценивает, насколько геометрия менялась по траектории, насколько геометрия пересекается как бы в виде общих зон перекрытия с тем, что уже было там ранее, допустим, в этой же траектории, попадало, какие-то области характерные. Вот. Например, вот здесь, там, с разных сторон, когда мимо проходил, на одну и ту же поверхность попадали точки, и это тоже информация используется для уравнивания. Вот. Но как конкретно, я вам вот такую прям физику объяснить не смогу, я не разработчик. Все, что у меня есть, это то же самое, что и у вас. Нет, тут не физика, тут чисто практические рекомендации. Конечно. То есть, вот если у тебя тоннель 200 метров, ну узкая какой-то там, я не знаю, тоннель, зашел с одной стороны, вышел с другой, с какой точностью у тебя эта траектория в конце будет? Если зашли, если зашли с одной, а вышли с другой, то обязательно контрольные точки надо будет делать по ходу, потому что весьма сложно оценить, были ли какие-то смещение ну, скажем так, в середине, допустим, этого тоннеля? Нет, ну может чисто практически сама программа, если она в автомате делает, она может быть на меня ругнется и скажет, у тебя ничего не уравнивается. Или она не будет этого делать и все уравняет, все будет прекрасно. Нет, такое может быть. У вас есть два варианта. Результат либо получится, то есть обработочный, либо не получится. Если не получилось, то на папке, в смысле на файле, в котором результаты вот этого обсчета, приставка будет и error, ошибка. В логах можно посмотреть, если там что-то такое, человеко, ошибка какая-то человекообразная, значит она будет как-то отражена. Но, как правило, если расхождение видно, если оно видно, значит, были какие-то проблемные участки во время полевых замеров. Либо резко развернулись, такое может быть, резко развернулись, либо слишком быстро бежали, такое тоже может быть. То есть, очень небольшое количество точек попадало равномерно на одни и те же объекты, которые впоследствии должны же увязываться последовательно. Правильно? Вот. Если чего-то не хватает, ну да, программа, она постарается выжать все, что только можно. Но в любом случае, вопросы контроля, они всегда лежат на операторе. Доверяй, но проверяй. И это касается любых, и это касается абсолютно любых средств измерения. Это понятно. Может быть, есть какие-то рекомендации к технологии проведения, там, вот, допустим, через каждые, там, 50 или 100 метров ты должен обязательно контрольные точки или привязку. Нет, нет, нет. Такого вам никто не скажет. Каждый на своем опыте смотрит. Опыт, конечно, 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 конечно. Только от опыта все. Но опыт, в данном случае опыта приходит достаточно быстро. Вот. Во-первых, здесь, вот в таких условиях, когда объекты съемки ярко выражены, то есть очень много поверхностей под разными углами, расстояния небольшие, это идеальный вариант для работы геослама, для алгоритма слам. Идеальный. То есть здесь все будет, здесь все будет очень хорошо. Ну, здесь и видно, что здесь все замечательно. Вот. Если же вы удаляетесь от объекта, вы теряете в полезной информации, если идете быстро и не делаете петель замыканий, да, это может сказываться ухудшением точности на получаемом результате. Да. Ну, вы знаете, чем-то на что-то приходится закрывать глаза, чем-то приходится жертвовать, а где-то получать выгоду. Вы в данном случае имеете в виду, нет, так, вы имеете в своем арсенале палку, точнее, две палочки на пружинке, за одну берете, другую качаете, обходите вокруг или внутри вашего помещения, получаете вот такую съемку. Дальше, да, до этого, до этого никакой инженерной мысли и специальной квалификации не требуется. Объяснили, как, дали в руку, он и пошел. А вот, как, соответственно, проверить, стоит ли доверять, как проанализировать, это вопрос уже, конечно же, инженерного рода. Но здесь, я еще раз подчеркиваю, любые данные, если вы заинтересованы в получении надежного результата, конечно же, нужно контролировать. Каким образом? У вас есть массив, делайте линейные замеры, угловые, контрольные точки. Насколько часто, никто вам все равно не скажет. все только от опыта будет зависеть. Если объект, вот допустим, такого класса, ну я бы, наверное, четыре контрольные точки вот в углах взял. Здесь, здесь, где-нибудь здесь и вот здесь, например. Если по этим контрольным точкам невязки у меня получились хорошие, значит, я на верном пути. Значит, и геометрия у меня весьма неплохо получилась. Если же в невязках есть большие отклонения, это повод к тому, чтобы добавить дополнительных контрольных точек и посмотреть, проанализировать. Здесь, к сожалению, анализом некогда было заниматься и контрольных точек здесь не было. Контрольные точки, они еще пока... Короче, это вопрос ближайших нескольких дней. Но, к сожалению, я сегодня снова уезжаю в места не столь отдаленные и, наверное, смог бы ответить про качество совмещения. Ведь мы же там съемку делали еще с помощью наземного сканера ВЗ-2000. Ну, ВЗ-2000, да, это, конечно, можно считать эталоном. Потому что там плотность будет высокая и точность у этого сканера, конечно, выше, чем у ЗЭБа. Но зато, понимаете, всегда на весы... Но это такие уже, наверное, все-таки коммерческие моменты идут. На весы всегда укладывается вопрос цены, производительности, качества, возможностей. То есть ЗЭБ-1 это уникальный инструмент, который позволил вот в таких условиях получить вот такую картинку. Причем она, в общем-то, очень неплохо вяжется сама в себе и с данными, которые я предварительно подгружал просто для того, чтобы сравнить визуально, пока без всяких цифр. Данными двух-трех станций ВЗ-2000. То есть там больших отлетов не видно. То есть так, чтобы там порядка десяти сантиметров где-то что-то вылетало. Такого вообще даже заметно не было. Визуально. Ну, понятно. Как обычно три непересекающихся вещи. Быстро, качественно и дешево не бывает никогда. Нет, такого не может быть. Абсолютно быстро, абсолютно качественно и абсолютно дешево. Да. Так, по этой картинке ты что-то еще имел сказать? Есть видео, собственно говоря, там показано в каких условиях. Давайте я могу включить, поставить, посмотреть. Давай, наверное, и закругляемся. И завершать потихоньку. Вот это вход. То есть рюкзак бросил на земь, положил на него, соответственно, и потом пошла уже съемка. Взял в руки и пошел внутрь. Вот такие вот. Это чистый мел. Здесь кругом чистый мел. С освещением не так все хорошо, но понятно, во-первых, храм потом освещается не все, он как бы и на стадии строительства. Вот здесь, например, есть лампы. И на стадии реконструкции, на стадии строительства, обновления и так далее. Но вообще, конечно, уникальная вещь. Замечательные цветы и образы. Есть такие вот помещения. Ну и вот такие, соответственно, тоже. То есть здесь приходилось пользоваться сотовым телефоном для того, чтобы подсвечивать где и как двигаться, потому что там альтернативных источников света не было. Да и страшновато было, честно говоря. Вот так, чисто по-человечески. Ну, что же такая штука, вновь рука? Да, не знаю. Ну, в общем, да, на кадилы похоже. Вот. Даже вот туда попытались так вот руку просунуть. Вот. И небольшой нишу, соответственно, тоже просканировали. Ну, а дальше, соответственно, на выход вот таким макаром. И получили вот такую вот картинку. То есть вот ниша, она как раз темный участок, который только что был показан. И вот этот вот лаз такой низкий. А начиналась съемка и закончена она была как раз вот на выходе. Ну, в первую очередь, для того, чтобы все-таки с контролем какие-то зоны замыкания были по ходу движения. Вот. И, соответственно, можно было подвязать потом и посмотреть уже в едином целом комплексе, как выглядят данные снаружи и снутри. То есть фасад этого объекта и сеть внутренних подземных галерей. Вот таким макаром. 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 Продолжение следует...